В Центре Романтик продолжаются встречи с интересными людьми, которым есть что рассказать. Диалоги с героями. Так называется проект Центра, направленный на передачу опыта старшего поколения к младшему. Героем встречи с юноармейцами на этот раз стал советский космонавт, дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник Петр Климук. Я хочу сказать, что вот эти дела космические и со многими ребятами, они мне очень помогли. То есть, если дружба есть в каком-то коллективе, и если ты людей знаешь хорошо и поддерживаешь их, то они тебя тоже всегда поддерживают. Ребята подготовили вопросы, которые в основном касались, конечно же, первого полета Петра Ильича в космос и его эмоций. Я читала о том, что вы являетесь автором книги «Рядом со звездами», в котором вы рассказываете о том, как проводили работу на космическом корабле «Союз-18». Можете, пожалуйста, немного рассказать о том, как это вообще все происходило? Рассказ легендарного космонавта ребята слушали с интересом. Впрочем, и сам герой с детской радостью поделился своими воспоминаниями, не забыв упомянуть о самом важном. Я очень люблю молодежь, потому что действительно сам с молодежи вышел, и так мне просто вот сегодня им рассказал, мне просто повезло вот в жизни. Вот такое бывает везение, потому что государство серьезное, потому что преподавание было серьезное, Да потому что мы друг друга учились все, и я вот тоже детям желаю всего самого хорошего. И вот сегодня еще сказали, и школа имени Калимука здесь есть. Я горжусь. Не обошлась встреча без подарков. Юнормейцам преподнесли важный и нужный элемент для подготовки тренировок – учебные автоматы Калашникова. Ветеранская организация проводила грант, учебные подавали заявку на грант, они выиграли, и в результате этой победы они закупили для всей юнормии Московской области энное количество автоматов, которые будут переданы в разные муниципалитеты, вот нам досталось два. Этот, несомненно, важный и нужный подарок юнормейцы приняли с признательностью. Автоматы нам нужны для того, чтобы с ними работать в разных ситуациях. Какие ситуации? Ну, если забьется автомат, его нужно будет разобрать и собрать, чтобы посмотреть, что не так и так далее.